Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Вот сегодня Лиза будет мне помогать, она пришла, села и невозможно ее отсюда согнать. Друзья, как-то на Лазобном берегу мы попробовали, первый раз, попробовали замечательный хлеб с луком и сыром. Меня он тогда настолько впечатлил, он был свежеприготовленный, свежеиспеченный, что я реально слопал почти целую буханку, просто так, ну не как бутерброды, а просто вот хлеба съел. Очень вкусный хлебушек. На самом деле, корни этого хлеба все-таки во Франции, но его готовили и в Украине, и на Балканах его готовят, и в Италии готовят аналогичные хлеба и лепешки. Как называется эта итальянская Лариса лепешка? Не помнишь? Нет, не помню. Не важно, фунчета какая-то или? Панчета. Нет, не панчета, не фунчета. Ну не важно, это вся лирика. В общем, долго мы воссоздавали рецепт, чтобы у нас получился именно такой хлеб, как мы пробовали во Франции. И, наконец, у нас получилось. Хлеб этот, ну он такой обеденный, его можно использовать просто, как, ну просто есть, вот я говорю, я его с удовольствием съел по буханке даже больше, первый раз, когда попробовал. Также можно использовать для бутербродов, очень вкусно. Ну, вообще, изумительный рецепт, нам очень нравится, и мы с удовольствием делимся, друзья, с вами этим рецептом. Итак, для приготовления нам понадобится 300 мл воды, я подсмотрел, тут есть эти, 400 г пшеничной муки и 150 г житней муки. Муку мы предварительно просеяли через сито. Просеивать нужно обязательно, чтобы хлеб получился воздушный. Помимо этого, нам понадобится 3 столовые ложки растительного масла. 1 столовую ложку мы добавим в тесто, а 2 столовые ложки используем для зажатки. 1 луковица, 50 г твердого сыра, мы использовали голландский сыр собственного приготовления, но подойдет любой твердый сыр. 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка сухих хлебопекарских дрожжей. Для того, чтобы приготовить тесто, тесто дрожжевое, естественно, для того, чтобы приготовить тесто, нам в первую очередь надо подготовить лучок. Обжарим его сейчас на сковородке, друзья. Разогрели сковородку. Добавляем туда 2 столовые ложки растительного масла. Я уже один добавила? Ты, по-моему, добавила уже масло. И обжариваем лучок, друзья. Обжариваем до легкой золотистой корочки. Сильно зажаривать лук не надо, потому что он будет горчить в хлебушке. Вот сейчас мы обжарим. И я скажу, сколько минут. Я сейчас включу секундомер. Скажу, сколько минут мы его обжаривали. Но вы же понимаете, все зависит от огня. И покажу, какого вида он у нас должен получиться, друзья. Обжарили лучок. Вот до такого состояния он полностью размещился. И чуть-чуть позолотился. Но совсем чуть-чуть не зажариваем его. И теперь, друзья, дадим нашему лучку остыть. Потому что, естественно, для того, чтобы замесить тесто, нам надо остывшую. Лучок остыл. И можно приступить к приготовлению теста. Обычно мы делаем это на нашем тестомесе. Но сегодня решили испечь один хлеб, для того, чтобы поделиться рецептом. И Лариса замесит тесто вручную, чтобы показать, что это просто. Выливаем тепленькую водичку, где-то чуть выше комнатной температуры, в районе 30-32 градусов. Высыпаем сахар. 37 градусов. 37, да? Извиняюсь. 37 градусов. Почти как для самогона. Я думал, если честно, хлебопекарским дрожжам немножко меньшая температура нужна. Это 36-37 градусов должно быть. Размешиваем сахар, чтобы он полностью растворился в водичке. Добавляем сухие дрожжи, высыпаем их на поверхность воды и даем им регидрироваться, то есть впитать воду где-то в течение минуты. Это нужно, чтобы дрожжи не получились комочками, а именно, чтобы мы смогли их полностью растворить в нашей воде. Вот так вот рассыпали, ждем минуту, и после этого ночные дрожжи регидрировались или, говоря человеческим языком, промокли. И теперь можем их размешать. Это нам гарантирует, что они у нас не возьмутся комочками, как я уже сказал. Хорошенько перемешиваем дрожжи, добавляем сюда же соль. Опять перемешиваем, для того, чтобы соль полностью растворилась. Ну, соответственно, если соль не растворится, останется в кристалликах, эти кристаллики будут нам попадаться потом в хлебе. Хлеб будет неравномерно просоленный, да и ощущение, жевать кристаллики соли не очень приятное. После этого начинаем добавлять муку. Без разницы, какую вначале, какую потом добавлять, или лучше вначале пшеничную? Ну, если честно, мне кажется, что лучше их сразу, наверное, смешать, вот чтобы оно было более однородное. Я по привычке, как в этой тестомесилке делаю, я добавляю по отдельности. Но вообще без разницы. Лучше, конечно, чтобы оно равномерно размешать его в сухом виде. А то у нас мраморный хлеб получится, как мраморный сыр. Но я его вымешаю хорошо, поэтому надеюсь, что не получится мраморный. Раньше не получалось. Думаю, сейчас вынеси. Добавим в наше тесто столовую ложку растительного масла. Мы используем оливковое масло, но можно использовать и подсолнечное, и, я думаю, и кукурузное можно. У кого какие предпочтения. Лариса, что-то вздыхают тяжело. Наверное, и грустно бы с тестомесилки. Да, сейчас предвкушаю замес теста. Я думаю, что мы сразу будем добавлять наши ингредиенты, чтобы равномерно распределился лучок, сырок. То есть, мы все вымесим одновременно. Не будем отдельно замешивать. Лучок со сковородки мы взяли вместе с маслом, в котором он жарился. Как я уже говорил, что мы будем использовать три столовых ложки масла. То есть, две мы добавили на сковородку для прожарки лука. И это масло с луком попало в наше тесто. А одну добавили непосредственно в тесто. И теперь, когда мы собрали все ингредиенты, начинаем вымешивать наше тесто. Занятие это достаточно нудное. Надо постоять. И вот так вот его позамешивать займет эта процедура, наверное, минут 5-7. Конечно, в тестомесильной машине это заняло бы полторы минуты от силы. Но вот так с Ларисой решили сделать именно видео для хозяев, у которых и хозяев, естественно, у которых нет тестомесильной машины, чтобы показать, что приготовление хлеба это совершенно... Мы на самом деле, пока начали... До того, как начали готовить хлеб, мы тоже очень боялись этой процедуры. Думали, это какая-то высшая математика и космические технологии. Поверьте, сделать хлеб значительно проще, чем сделать, допустим, хороший стейк или вкусный шашлык. Ну, вот это мое мнение такое. Не, не проще, Лариса? Проще. Лариса как-то ехидно улыбнулась. Не, просто сравнение такое мужское. Именно поэтому... Я, друзья, если буду снимать Ларису на ехидные улыбочки, тогда у меня не получится снимать крупный план, как она добавляет ингредиенты и месит тесто. Поэтому надо выбирать одно из двух. Ну, вот я выбираю крупный план. Друзья, оставим Ларису на 5 минут за таким невеселым занятием замешивания теста и она его вымесит. Мы покажем, какое оно получится и будем действовать дальше. Вот, тесто готово, друзья. И теперь надо ему дать подойти. То есть, дрожжевое тесто должно подойти. Для этого его надо, ну, в первую очередь, накрыть чистым полотенечком и поместить в теплое место. Наши бабушки ставили обычно тесто возле печи. Если на улице лето, то при 30 градусах температуры в помещении при 28 тесто хорошо подойдет. Сейчас зима, у нас в доме температура 19 градусов поддерживается. Это достаточно холодно для теста. Поэтому, что мы делаем? Не ставим его возле батареи, потому что батареи у нас особенные, как бы они греют так необычно, то холодные, то горячие. Лариса разогревает духовку до 30 градусов. Просто включила, разогрела до 30 градусов и выключила. И помещает на полтора часа тесто в духовку. И оно вот там подходит. Как только тесто подойдет, друзья, мы расскажем, как выпекать наш хлеб. Пока отправляем его в духовку, чтобы оно подошло. Посмотрим, как подошло наше тесто. Подошло отлично. И теперь надо его приготовить к непосредственно выпеканию. Для этого в первую очередь тесто надо обмять. Лариса покажет, как. А я пока расскажу по поводу противня. Должен смазать руку. Да, вот Лариса смазывает руки маслом растительным, чтобы тесто не привыкало, не прилипало, извиняюсь, друзья. Мы используем противень и тефлоновый коврик. Кстати, тефлоновые коврики продаются по доллару с чем-то на сайте Алиэкспресс. Очень полезная штучка. Вот такая вот штучка, а к ней вообще ничего не прилипает. Она многоразового использования. Да, она, естественно, многоразового использования. Можно обойтись вообще бы с тефлонового коврика и просто выпекать на противне. Но лучше все-таки использовать специальный пергамент для выпекания. Он продается в любом супермаркете вы его найдете. Застелить противень пергаментом и тоже вот так вот немножко смазать растительным маслом. Совсем чуть-чуть. Обминаем наш хлебушек и надо его сформировать. Тесто мы сильно не мнем, то есть его буквально чуть-чуть так, чтобы оно присело и потом сразу начинаем формировать наш хлебушек. Хлебушек мы сделаем длинный, не круглый. Вот в виде батона такого, похожий на нарезной батон, по форме. Ну, конечно, он совершенно не такой получится. То есть гладеньким его тоже не обязательно делать. То есть мы его вот так вот кладем на центр. Можно нанести какие-то насечечки. Будем наносить? Ну, нанеси, конечно, чтобы у нас красивые покажем. Это будет нарезка, можно там колосок вырезать обычный. Ну, все что угодно можно. Ну, вот Лариса сделала как нарезной батон фактически. И оставляем его опять-таки в теплом месте, накрываем в теплом месте еще где-то, наверное, на получасика. То есть мы тесто обмяли, приготовили к выпеканию, выложили на противень. И в нашем случае мы подмещаем его в ту же духовочку, чтобы оно еще повторно подошло. Друзья, оно подойдет, мы покажем его вам и расскажем, как подготовить духовку. То есть тесто подойдет повторно, мы его достанем, потом разогреем духовку до нужной температуры и потом только начнем выпекать. Наш хлебушек подошел, друзья, видите, он увеличился в размерах, прошло полчаса, как мы уже говорили. И нам понадобится кулинарная или любая обычная брызгалка с обычной кипяченой охлажденной водичкой. Мы разогрели духовку до 200 градусов, обрызгиваем хлебушек духовкой, брызгалкой, водичкой и отправляем его в духовку. Сейчас покажем вам, друзья. Как видим, Лиза тоже принимает активное участие в приготовлении хлебушка. Но придется ее прогнать для того, чтобы отправить хлебушек в духовку. Итак, друзья, обрызгали хлебушек водичкой кипяченой из брызгалки. Духовка 200 градусов. Отправляем хлебушек на полчаса. Прошло полчаса, друзья, и наш хлебушек готов. Сейчас Лариса покажет, как проверить его готовность. Проверяем старым дедовским методом, чтобы был звонкий звук. Я бы сказал, глухой звук, такой вот, как пустотелый. Да, наверное. Да. И, друзья, даем нашему хлебушку остыть минимум минут 40-час, и продегустируем его после этого. Еще такой момент, его нужно переложить с противня горячего на какую-то решеточку, для того, чтобы он не потел снизу. Ну, чтобы он проветривался. Да, это очень важно, согласен. Итак, друзья, перекладываем хлебушек на решеточку. Мы используем решетку от микроволновки и даем ему остыть. Друзья, наш хлебушек остыл, и хочу вам показать, что у нас получилось. Разрезать его и попробовать, чтобы вы видели, какой прекрасный получается хлеб. так. Ну, собственно говоря, аромат потрясающий. Такой, ну вот, я же говорил, его можно кушать, как отдельное блюдо. Сейчас покажу вам разрез хлеба. Вот, посмотрите, такой он на срезе, и вот такая вот корочка у нас получилась. Очень красивый, видите? Ну, и самое главное, этот хлеб натуральный, в нем нет никакой химии вообще. То есть, вы видели, как мы готовили тесто. Сейчас, друзья, попробуем. Отрежу кусочек небольшой, чтобы вкратце рассказать. Ну, для меня это вообще вкус Франции, вкус лазурного берега. Хлеб очень классный, его можно, как я уже говорил, использовать и для бутербродов, и просто, но он настолько вкусный, что его можно употреблять как отдельное блюдо, друзья. Реально очень вкусный. Поэтому пробуйте готовить, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы увидеть наши новые видео, друзья. Ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!